Микс Ньюс Доброе утро, начнем работу в прямом эфире Мы все-таки еще приверженцы, может быть, таких традиционных ценностей Пока общаемся с гостями вживую Ну уже в скором времени мы это как бы поменяем Но в любом случае на дистанционную уже работу перешли все, почти все, в том числе и школы Вот вчера был, собственно, первый день, как раз закончились весенние каникулы К счастью, это так совпало, что была эта неделя свободная, когда школы имели возможность подготовиться И вчера был первый день дистанционного обучения В общем, пожалуйста, расскажите, как он прошел в вашей школе И какие, может быть, уже первые выводы вы сделали Да, но я так понимаю, что каникул у вас не было в связи с этим Ну, так получилось, что у нас многие учителя были на каникулах в отпуске И они брали отпуск, зная о том, что очень, так сказать, много работы будет в августе В связи с переходом на новые стандарты образования в первом, четвертом, седьмом и десятом классах И поэтому, зная об этом, планируя в августе больше дней рабочих для себя Брали отпуск именно на каникулы Но те, кто не брал, те, конечно, работали и готовились к новым условиям Единственное, конечно же, для нас спасение было в том, что Эта форма удаленного образования, она нам знакома Потому что с седьмого по двенадцатый класс наши ученики и учителя Работают на нашей платформе РКГ-модул И поэтому, скажем, для них все это было достаточно привычно Но мы должны были выбрать при этом единую платформу для всех Но для всех это очень сложно, потому что это разные Разные Школы Разные возраста, разные школы Значит, это начальная школа У нас она с первого по третий класс Это вторая Второй уровень Четвертый, пятый, шестой класс С четвертого по шестой Ну и далее вот с седьмого по двенадцатый уже там проще Потому что они в этой системе удаленного обучения работают И имеют большой опыт И наши учителя эти материалы создавали и раньше, много лет Поэтому, скажем, это большое подспорье Потому что, конечно же, за неделю всему научиться Так же, как и перед экзаменом не надышишься Да, так и Так и здесь, перед новым режимом работы Тоже за несколько дней ничего не успеешь Но, в принципе, конечно же, мы должны были решить важные вопросы с первого по шестой класс И мы, креативно, так сказать, обсудив все варианты и все версии Проведя испытания на собственных детях Проведя испытания, так сказать, на учителях более старшего возраста Как у них получается И что получается, мы пришли к выводу Что будем работать с первого по третий класс на платформе Google.com И разработав там все эти версии, которые устраивали бы учителей и детей Мы подготовились все и запустили эту систему с понедельника Google имеется в виду видеотрансляции по хандаутам? Все там, значит, обратная связь через Google платформу И выполнение заданий через Google платформу и так далее Но единственное, что планировка всей этой деятельности для детей Она очень чрезвычайно важна в этом возрасте Поэтому учитель планирует и активную деятельность И какое-то время у компьютера И время, когда ученик работает вне компьютера и вне этого режима Но при этом после этого он в Google платформе заполняет определенные графы То есть это все прорабатывалось Все объяснения были даны детям и родителям и так далее А с четвертого класса по шестой И в принципе это же предложение было и для седьмых-двенадцатых Это платформа Дискорд Платформа известная нашим дорогим и любимым ученикам Поэтому она вызвала у них только восторг и радость Да, серьезно нам сообщения приходили, что вы самые умные, вы самые золотые и самые замечательные Потому что им нравится эта платформа, они ее знают Они много, так сказать, как бы опыта у них достаточно Поэтому нужно было научить тех, кто далек от этих вещей Учителей научить в этой платформе работать Но там очень много возможностей Очень много возможностей, которые можно использовать Вот такой вопрос, который, да И главное, что происходит обучение в классах На этой платформе возможно обучение в классах Когда класс прикрепляется конкретно в конкретные кабинеты В которых виртуально, но на самом деле за своим рабочим столом В отдаленном варианте дома находятся их учителя То есть дети меняют классы, переходя из виртуальной комнаты Вот это вы мне фактически уже предварили мой вопрос Потому что мы понимаем, что у каждого предмета учебной дисциплины Своя, конечно, специфика Одно дело, когда по родному языку или по иностранному задают сочинение Это одна история А когда нужно объяснить какие-то формулы, связанные с математикой, физикой, химией И иногда просто дать задание, условно говоря, сделать виртуально Не так-то просто Надо же объяснить Если что-то ученик не понимает Что тогда? Вот как раз-таки эта возможность есть С помощью этой платформы Потому что там идет чат То есть там идет возможность задавать вопросы Возможность отвечать Учитель решает включать микрофон или не включать Естественно, что сам учитель может в микрофон давать какую-то информацию И может быть ставить какой-то вопрос Или при каком-то сложном варианте задания Учитель может давать пояснение То есть каким-то образом мотивировать учеников При этом все это могут слышать Можно устраивать видеоконференции, можно видеть Но самое важное, что здесь интересным может быть И включение нескольких учеников Которые вместе с учителем Что-то, какую-то тему Или какую-то тематическую задачу Объясняют Как они поняли Как они это собираются решать Значит Там если это Выстраивается какая-то математическая модель То какая она будет Значит на их взгляд Что они предлагают То есть это вот возможность Такого на расстоянии обучения Все-таки Не просто Да вот тебе задание выполняй Да Там учебник такой-то Страница такая Или уздавые задания такие-то И решайте себе на здоровье Да, можно решать и все прочее Но это будет Это будет, так сказать Некое подобие Обучения Как вы понимаете Обучение включает в себя очень много И очень важно, конечно Это обучение коммуникации Общения Да Есть такой вопрос Который меня больше всего волнует Так как я тоже работаю В сфере образования И я там опросил Многие учеников Которые вчера Собственно первый день у них прошел И так как у вас уже есть Большой опыт В дистанционном обучении Как учителя проверяют И понимают Что ученик действительно Занят обучением А не условно говоря Открыл соседнюю вкладку И не смотрит в этот момент сериал Как некоторые из моих знакомых Делали вчера В первый день дистанционного образования Ну дело в том Что учитель планирует Это время своей работы Потому что Своего вот этого чата Этого общения с этим классом И в этом планировании Есть задания Которые Ну скажем Экспресс задания Которые непосредственно Сейчас в этот момент Обсуждаются и решаются Вот Есть задания Которые Будут отложенные Да Эти задания Которые там На подумать На поразмышлять На Так сказать Но предложить Какую-то совершенно другую Способ решения Способ решения Какую-то так сказать То есть не механические задания А больше аналитические Да То есть вот это все подразделяется Естественно планируется Если не планируется То это конечно же Извините Опять же это просто Какой-то выход в эфир И все Но это неправильно Помимо этого скажем Учителя языков Да Они выстраивают Диалоги в парах Диалоги в группах Да Что еще хорошо Так как у нас Вся гимназия Учится не в классах А в группах Группы в основном По 4 человека Работают То и здесь тоже Мы сохраняем этот принцип Принципы будем его продолжать Когда Опять же Разделяются на группы И группы учатся Еще раз повторю Что в учении В обучении В образовании Самой важной основой Является коммуникация Общение Или она Ну вспомним Хабермаса Или она имеет Действие Да И соответственно Какие-то Результаты Последствия И так сказать Эффект Да Или там Размышление Тоже является Результатом И так далее Поэтому Вот это Коммуникативное действие Которое Выстраивается В группе Оно Так сказать Приносит Большой результат Да Хороший результат Да Вот еще Такое Хотел задать Школа Сейчас Ваша гимназия Фактически закрыта Или учитель В случае необходимости Может прийти Не знаю Провести Не знаю Соблюдая все Меры предосторожности Дезинфицируя Свои руки Да Ноги У нас Ноги Естественно Что Технические работники Дезинфицируют Поверхности Да Никакого Никакой скученности Никаких Сходок Никаких Сборов Нет Но Учитель имеет Право Прийти На свое Рабочее место В какой-то момент Когда ему Необходимо Может быть Что-то Из материала Взять Да Также он Может обратиться В библиотеку Оставить свою заявку Если ему нужны Какие-то Источники Какие-то Христоматики Какая-то Литература Чтобы что-то Подготовить В плане Заданий Естественно Все Работают На это Администрация Работает В здании В кабинетах Вы тоже можете Прийти В кабинет Не можете Необходимо Потому что Координация Требует Требует Очень пристального И серьезного Внимания К тому Как и что Происходит Потому что Вы понимаете Учитель тоже Человек Со своими Подходами И взглядами Естественно Что Иногда Учителю Хочется Очень большой Свободы И тогда Он предъявляет Какие-то Претензии Или вопрос А почему Меня ставите В какие-то Рамки Да И начинаешь Объяснять Учителю Что Для того Чтобы ученик Каждые Там Час Два Часа Не переключался С одной Платформы На другую И так Десять раз Подряд Там В течение Дня Для этого Конечно же Нужно прийти К какому-то Консенсусу Прийти к какому-то Взаимопониманию Что мы должны Сознать условия Которые будут Удобны ученикам Не только вам Дорогие мои коллеги Но это естественно Что Но я должен сказать Что большая часть Учителей Прекрасно все Воспринимает Прекрасно Относится Я бы сказал Самоотверженно Готовили материалы И так сказать И так сказать Насыщали эти платформы Своими материалами Но Конечно Что вот я вам говорю Что случаи Бывают Какого-то Может быть Неправильного Понимания И Ну Неадекватного В данной ситуации Чрезвычайной ситуации В этом режиме Неадекватном В каком-то отношении Да Вы уже сказали Чрезвычайной ситуации Наверное В таком В особом положении Наверное Таком Трудном Можно сказать Даже уязвимо Оказались Учащиеся Выпускных классов Девятый Особенно Двенадцатый Понятно Что они переживают Как это все будет Происходить Потому что Наверное Осуществлять экзамены Виртуально Вряд ли мы Можем Себе представить Олимпиады уже проводились Виртуально Онлайн Да Онлайн Да Что здесь Что вы рекомендуете Родителям Учащимся Вот выпускных классов С учетом того Что будет перенесено Экзамены Двенадцатых классов Главное 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 Прийти к пониманию Того Что Достаточно Достаточно Удобные Достаточно Выгодные Условия Для подготовки К экзаменам В настоящей ситуации У наших Выпускников И девятых И двенадцатых Классов Почему Потому что Ну опять же Я могу сейчас Говорить о классической Гимназии Участры подготовились Именно к тому Чтобы С учениками Действительно Выходить На конкретные Вопросы И темы Которые Где-то Может быть Были сложными В процессе обучения Для учеников Где-то были Может быть Для них Не совсем Понятными Не было Времени Углубиться В какой-то Вопрос И Предоставить Какое-то Время Для Большей Практической Самостоятельной Работы С этими Вопросами И вот Оно Это время Настало Главное Его с толком И с умом Использовать Поэтому Мы рекомендуем Учителям Работающим В девятых И двенадцатых Классах Не загружать Учеников Своими Заданиями По предметам Не экзаменационным Не загружать В каком смысле Не предлагать Объемных Очень по времени Больших заданий Конечно же Потому что Во-первых Тоже есть Какие-то Ограничения И по времени Работы В интернет Среде В компьютерном Так сказать Режиме Поэтому Скажем Давайте Договариваться Друг с другом И поэтому Мы рекомендовали Создать Эти группы Учительские Тоже Которые работают В конкретных Классах В девятых Классах В двенадцатых Классах Для того Чтобы Им договариваться О том Чтобы Давать Возможность Больше Внимания Уделять Вот именно Тем Сложным Вопросам И по математике И Может быть По Языкам В том числе Это и латышский Язык И английский Язык Для того Чтобы У учеников Было больше Возможности Практически Готовиться Практически Заниматься Углубляя Свои Свои Учебные Вопросы Говоря О родителях В целом Если бы не выпускной Класса Потому что Вы говорили о том Как новую ситуацию Отнеслись Учителя Ученики Что родители Какие вы Может быть Видите вещи Которые Они еще Не до конца Понимают Или Наоборот Вы видите Очень большую Отзывчивость От родителей Особенно Начальных Классов Мы проводили Опросы В опросе Участвовало 976 Родителей Из 2000 Из родителей 2000 Учеников Они были отзывчивы Они ставили вопросы Они комментировали Все эти комментарии Они были связаны С их какими-то опасениями А как это будет происходить Потому что опрос проходил Неделю назад Проходил Как раз таки 13 марта Когда Все Началось За это время Очень многое изменилось Благодаря Вашим усилиям Усилиям Журналистов Масс-медиа Которые информировали Которые рассказывали Которые показывали И изменилось Отношение Вообще К ситуации Во-первых Во-вторых Благодаря Тому Как Мы информировали Родителей Как мы предлагали Им Скажем Представить Вот эту Новую систему Обучения Чем они могут Помочь Детям В плане Организации Этого учебного Времени Своего учебного Места И так далее Вот Была тоже И отзывчивость И понимание И Так сказать Какие-то даже Креативные Предложения Как Больше Так сказать Коммуницировать И Как им давать Возможность Проявились Такие вещи Как Желание Детей Тоже Общаться Между собой Потому что Они давно Уже не виделись Вот И кстати Эта платформа Дискорд Позволяет им На переменах Есть и перемены На виртуальных Переменах Общаться Друг с другом Что тоже Важно И чат Позволяет им Все время Переписать Поэтому Значит Ну там В четвертых Классах Такие там Вопросы Сергей А как у тебя Получилось Значит А там Другой Отвечает Получилось Нет И еще Не совсем Не совсем То есть Ну Ошибки Тоже Можно исправлять Потихонечку То есть Вы тоже Следите за этим Процессом Я смотрю Мы просто обращаем внимание, потому что иногда дети увлекаются в своем общении и не замечают, что уже урок начался. Это тоже нужно все поприучать. Но родители, если мы к ним вернемся, вот именно сейчас, то есть, проходит урок. Потому что, насколько я понимаю, опять-таки общаясь с коллегами, которые уже начали работать онлайн, есть родители, которые вообще не обращают внимания на то, что их дети учатся и продолжают, не знаю, пылесосить на фоне, что сильно, конечно, мешает ученику и учителям. Или наоборот, которые чрезмерно помогают. Я говорю про тех родителей. Родители очень разные, вы правы, Артем. Родители очень разные, конечно же, и отношения их разные. Потому что были всегда родители-спринтеры, которые, так сказать, на длинную дистанцию понимали, что нужно рядом находиться, но ни в коем случае не торгаться, не вмешиваться, не говорить, что нет, ты не так сделал, а вот посмотри, как надо сделать. А есть родители, которые, конечно же, не совсем понимают, насколько трудно и сложно тоже их детям в новых условиях учиться. И, конечно же, они не подумали вообще ни о чем. Поэтому я получаю, так сказать, сообщение о том, что, значит, именно вчера, когда началась вся эта система нового обучения, нового этапа в жизни такого, да, к которому, в общем-то, действительно, все готовились, но есть семьи, которые не готовились. И, значит, мне мама пишет там, что... Именно в понедельник, не до того, а именно вот сейчас. У нас один телефон, не на чем. А на телефоне трудно открыть объемное задание, там какое-то, значит, там, где много граф, там, и что-то еще. Вот. Вот. И как же вы с этим будете теперь, вы будете решать эту проблему, да? Вы будете решать эту проблему, да? Вот. Ну, единственный вопрос маме было, почему в понедельник возник этот вопрос? Действительно. А в четверг или в пятницу, накануне, там, 20-го числа, вы не знали о том, что у вас один мобильный телефон? Вот такие вопросы... Наверное, осложнить. ...з другой стороны, да. Мобильный телефон стоит намного дороже, чем какой-нибудь обыкновенный компьютер, который можно... Даже пользованный. Или, конечно, пользованный, да, пожалуйста, купить. Дальше. Ну, когда мы ставили вопрос, проводя этот опрос, почему же вы не ответили на этот вопрос, что у вас нет компьютеров и нет каких-то других вариантов работы, да? Ну, понадеялись на то, что... А! Что-нибудь. Что-нибудь, как-нибудь. Увидели, что процесс-то организован серьезно, то есть, ну, не просто так, да? Вы подошли к этому вопросу, да, серьезно. Вот такой вопрос, который я не могу не задать. Сейчас, видимо, и в педагогической среде обсуждается, следует ли переносить учебный год. Да, вот министр господи Шуплинской сказал, что не исключено, что, может быть, часть июня мы зацепим. Вот ваше мнение. Ведь это еще особенно с выпускными классами связано с их возможным поступлением в ВУЗ. Тогда вообще все сроки сдвигаются. Вы знаете, я бы вообще поостерегся давать какие-то там прогнозы, что мы будем делать в июне, и будем ли мы, так сказать, продлевать учебный год. Не будем продлевать учебный год. Вы знаете, скорее всего, нужно говорить о том, что этот режим удаленного обучения будет продлен. Я про это говорю, да. Нужно об этом думать. Да, конечно. И важно думать о том, чтобы этот вариант обучения был наиболее эффективным, качественным. И еще раз повторюсь, чтобы была настроена в каждом конкретном случае, с каждым конкретным классом, учениками конкретными, обратная связь, чтобы было понимание того, что, вот как Артем спросил, а как вы знаете, что он как раз в этот момент, в процесс вот этого удаленного обучения делает? Не смотрит ли он в это время какой-то сериал или играет в какие-то игры? То есть, вот здесь очень важно, что та же платформа Дискорд позволяет включиться, значит, конкретного ученика включить, да, и сразу с ним вести диалог, в чем, так сказать, конечно же, будет и большое проявляться мастерство учителя. Как он сможет всеми этими возможностями, вариантами пользоваться? Но вы знаете, что учитель всегда придумывает, как изобличить тех, кто что-то списывает, пользуется шпаргалками или пользуется мобильными телефонами во время уроков с подсказками и так далее. Поэтому я думаю, что их изощренный ум обязательно продумает все варианты вот этого вот непосредственного контроля, потому что учителя очень жадные люди на оценки. Оценки, это правда. Да. Но могли быть и пощедрее, скажут родители. Но так как в нашей гимназии до контрольных работ никаких оценок не выставляется, а только можно выставлять проценты, то есть для того, чтобы знать, как справился, какие варианты. Это справедливо. Да, и никакой оценки нет. Она не заполняет твое сознание все это время, которое ученик учится. При этом он может набирать пункты, огромное количество этих пунктов, и ученики заранее знают, вот начинается у них этот блок, а у нас по блокам обучения происходит, да. То есть в году у нас не два семестра, а у нас три блока обучения, да. Вот, у нас нет такого, что там в первом семестре заканчивается что-то, а потом начинается во втором. Нет, у нас три блока, эти три блока имеют контроль, да, и вот до этого контроля четко понятно. Вы можете набрать 250 пунктов, это отлично, да. Что это за пункты? Пункты за работу, которая происходит во время учебного процесса. В практическом плане и самостоятельном плане. Вот за практическую самостоятельную работу дети получают, набирают пункты, вот своего рода, так сказать, это их вознаграждение. И из этих пунктов потом складываются оценки. 20 пунктов – это десятка. Вот такой вопрос, который я не могу не задать. Я думаю, что и родители, естественно, учащиеся знают, что у Рижской классической гимназии большие планы развития были. И по поводу корпуса дополнительного. Строится. Строится, да. Вот я почему-то задал вопрос, мы знаем, что Рижской думы сейчас нет, так вот совпало вместе с чрезвычайной ситуацией. Но не будет еще дольше, чем многие. Но добрые дела, продолжаю. Вот, я по поводу этого и хотел спросить. Значит ли это, что все-таки какие-то финансы, которые были выделены, они есть? Вы можете их использовать для строительства? Как это и Рижская дума, и европейский проект «Два в одном», то, я так понимаю, что все это было спланировано, этот план выполняется, реализовывается, строители работают, все происходит. Уже леса сняты, уже убраны, те строительные леса, которые были на фасадах этой новостройки нашей. Вот. И стоят окна, все красиво с улицы, и все теперь переносится, вся кипящая такая жизнь у строителей вся перенесена уже вовнутрь. Ага. 6-7-2-12-93-9, 6-7-2-13-93-9, это телефон на прямого эфира, также вы можете задавать свои вопросы, написав нам по WhatsApp, 2-3-0-6-1-91. Я напомню, что у нас в гостях директор Рижской классической гимназии Роман Алиев. Такой вопрос, вы сами сказали, что у вашей школы большой опыт в дистанционном образовании, обучении, и старший класс этим занимается давно, но большая часть школ, как мы понимаем, этим не баловались до сих пор из-за отсутствия надобности. Как вам кажется, вот эта вынужденная мера перехода на дистанционное обучение, она может как-то повлиять на то, что в будущем, когда мы уже вернемся, хочется верить, к обычной жизни, остальные школы поймут какие-то плюсы такого мета образования и перейдут, может быть, тоже частично хотя бы? Я верю в это, потому что это был такой хороший пинок всем для того, чтобы задуматься, что, в общем-то, эти технологии, IT-технологии, современные технологии очень актуальны. Вот эта актуальность, это, так сказать, понимание того, что это, в общем-то, ну, ежедневная такая вот потребность, необходимость, наконец-то поймут очень многие, да? Да, учителя достаточно консервативные и все прочее. Я помню, как сложно мы начинали развивать свою платформу Moodle благодаря тому, что были очень такие энергичные, креативные сподвижники в этом процессе, которые сами были очень заинтересованы. И когда учитель вникает, ему так нравится эта система, эта возможность создавать свои материалы, предлагать презентации, ученикам предлагать, тоже выкладывать свои решения, свои... Понимаете, это потрясающая платформа для такого вот, я бы сказал, интеллектуального, креативного, когнитивного общения учеников. Если мы это организовываем и это работаем, то только, как у нас в народе говорят, цепурност, это вызывает огромное уважение. И я считаю, что, наверное, это время понимания большего такой необходимости пришло. Я надеюсь, что в школах будут более активно, более интенсивно использоваться технологии. Но для того, чтобы это происходило, школам нужна огромная помощь. Невозможно отправлять свободное плавание все время школы, которые сами решают все процессы и все вопросы. При скудном финансировании поголовном на, извините, дезинфицирующие средства, моющие средства и так далее, к сожалению, мы вынуждены признать, что школы вынуждены сами зарабатывать деньги, сдавая в аренду помещения, спортивные площадки. Чтобы просто выжить в этой ситуации. Для того, чтобы обеспечить все эти процессы, потому что красиво выглядит белая фломастерная доска, красиво выглядит, когда на ней, так сказать, можно рисовать разные модели, графики и так далее. Но совсем не так радужно выглядят финансы после того, как ты обеспечиваешь 100 таких досок всеми необходимыми аксессуарами, фломастерами, моющими средствами и так далее. Поэтому все это требует другого финансирования. А высокие технологии особенно, это не просто интерактивные доски и проекторы, а это высокие технологии в учебном процессе. Когда ученики имеют ноутбуки не пустышки, куда ни одну программу не загонишь. То, что было предложено по проекту «Базыны» и «Базвестиство знания», которому уже тоже, слава богу, исполнилось лет 10. Но они до сих пор стоят, потому что нечем заменить. А когда ученики имеют возможность получить на учебный процесс планшеты, например, и работать. Пора уже, да. Да, замечательный, такой креативный министр был у нас, Роберт Килис, который говорил, что, ну, друзья мои, что вы тут переживаете, через год, через два у вас у всех будут планшеты, у всех учеников, и все учебники будут в этих планшетах. И не надо будет большие портфели с собой таскать. Да, 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 и все чудесно. И я ему верил. Почему? Потому что я очень хотел в это поверить. Но прошло, опять же, много лет. И глаза у него были такие правдивые. Нет, ну, действительно. Ну, там и министр поменялся. Много интересных людей было. Но, кстати, при нем уже должны были начаться все эти реформы содержания и так далее, которые немножко не до реформы, потому что, ну, надо было более радикально подходить к изменению содержания образования и стандартам. Потому что 21 век требует отказаться от каких-то, так сказать, ну, так, грубо говоря, подробностей. Да, и эти подробности оставить уже на какие-то исследовательские проекты, на какую-то вот такую самостоятельную проектную деятельность учеников. А мы все еще проводим проектные дни. Боже мой, у меня слезы текут. Проектные дни. Когда я слышу об этих проектных днях. Нет, ну, я в гимназии таких вещей, когда неделя проектная проходит, давно у нас этого нет, не допускаю даже таких вещей, как это проектная неделя, да? А остальное? А потом без проектной недели. Без проектной. Поэтому мы договорились с учениками, что наши проектные варианты, все возможности вложены, вкраплены в учебный процесс. Потому что на уроках все это должно, вот этот проектный метод должен работать на уроках. Когда учитель вместе с учениками договариваются, планируют. В этом планировании они видят свои результаты, они видят, чего они достигают, они видят свои ошибки. Опять же, это все выкладывается, все это отслеживается. Я проводил такой мастер-класс, не побоюсь я этого слова по отношению к себе, с учителями естественно научного и математического циклов. И вот с ними было очень интересно, потому что моя презентация, мое предложение было связано с тем, что давайте вот это содержание, которое мы запланировали, превращаем в определенный проект, и этот проект ведут сами ученики. Мы, конечно, помощь оказываем, мы все это с ними оговариваем, что чего стоит, что можно заработать, чего можно добиться, что можно получить, но планируют сами ученики и сами руководят этой своей деятельностью. Ну вот, посмотрим, как это будет получаться. А как учителя к этому отнеслись? Вот они слушали мастер-класс? Критически, ну всегда критически, когда мы переходили на модульное расписание, когда у нас там 6 уроков математики сегодня у вас, а нет такого, что один урок математики, второй урок физики, третий урок химии, четвертый урок латышского языка, пятый урок русского языка. Вот, сумбур в голове, как в какой-то статье газеты «Правда» про музыку Шостаковича. Но если слушаться, то музыка Шостаковича гармонична, потрясающа вообще по своему содержанию, математически выверена и все прочее. Так и здесь должно быть все математически выверено. А что мы выверяем? Мы выверяем возможность ученика окунуться в эти темы, в эти математические вопросы, для того, чтобы они могли очень много себя здесь, так сказать, увидеть в этом учебном процессе. Это правильно, когда шесть разы... А не только услышать учителя, получить какое-то разъяснение, да, и чему они научатся. Будут все время сидеть и ждать. Ну-ка разъясните нам. Вместо того, чтобы самим поискать. А потом вырастут и также будут ждать ответов от других. Они так вот, да, к сожалению, и приучаются. Да, вот это действительно замечательно, без проектной недели. Все остальные, говорит, учебный процесс, это без проектной недели, да. И многие думают, что как раз проектная неделя – это когда можно отдохнуть вообще. Да, да. Ну, нет, я вообще... Это для меня... Вот если хотите меня разозлить, скажите, проектная неделя. Вот эта фраза. Все. Сразу я начинаю так напрягаться. Ну, опять-таки, это же может по-другому проводиться. Я знаю, у меня там коллеги работали в цессиской какой-то школе, и они делали во время проектной недели действительно хорошие штуки. Танцы? Нет, не танцы. Скажем, сделали они путеводитель по цессису на английском и латышском языках. Это была компиляция сразу истории английского, латышского. Артём, вот для этого проект может идти весь год. Ну, конечно, в идеальной жизни. Может быть, какой-то один день для того, чтобы они продумали макет, другой день для того, чтобы они продумали иллюстрации. Ну, и в мае презентация. То есть, по времени разнесено, потому что идёт работа, потом они все собираются в какой-то такой творческий проектный день. Мы такие проектные творческие не делаем, но это когда необходимость того, чтобы материалы собрать, выложить их, значит, то, что они наработали, представить друг другу, спланировать опять недавно. Да, да, презентацию провести и так далее. Там у нас день постеров бывает и так далее, что они представляют и делают. То есть, конечно, такие дни творческие должны быть, когда нестандартное обучение происходит, да, вот. Но, ещё раз говорю, ничего лучшего нет самого учебного процесса. И всё хорошее, творческое, замечательное должно проходить на сермяжных уроках. Но уроки должны быть другими. Объединение уроков должно быть, вот этот ансамбль уроков тоже должен быть другим, а не холодец, в котором нарезаны разные куски мяса, там и, значит, желе какое-то, и ещё что-то, да. И ещё, так сказать, в холодильнике один хорошо работает, там хорошо застыл холодец, плохо работает, плохо застыл. Вот такого быть не должно, а должна быть вот это вот совершенно гармоничное сочетание, причём обязательно, понимаете, если бы мне не выкручивали руки и нашим, так сказать, педагогам, то... Вы имеете в виду всякие проверки. Ну, конечно, естественно, как же мы без проверок можем существовать? Это же невозможно, сразу всё рухнет. Да, конечно, естественно. Понимаете, попробуйте не провести. Но у вас ещё и обучение какое-то странное, которое вообще непонятно. У нас очень странно. На этой неделе нет, вы что? Да, и вот у нас есть неделя, на которой нет никакой математики, а на другой неделе нет никакой истории, да. Как вы живёте. Понимаете? Да, вот сейчас, конечно, я очень рад этому проекту 2030, потому что, ну, я всё сделал, чтобы выйти наконец-то на вот эти свободные возможности для организации учебного процесса, хотя бы в десятых-двенадцатых классах. Потому что, ну, сколько можно заниматься партизанщиной и подпольной работой, да? Потому что не всё нравится. Да. Но у нас, к сожалению, время уже подходит, эфир к концу, осталось буквально пару минут. Давайте подведём общий итог этой беседы. Впереди у нас ещё как минимум три недели дистанционного образования, если всё пойдёт хорошо. Как вам кажется, насколько, да если вот мы предположим тот мир, где 14 апреля у нас чрезвычайная ситуация заканчивается, мы продолжаем работать по-старому, и учебный год не продлевается. Как вам кажется, вот эти три недели, насколько сильно они повлияют на в целом обучение и в вашей школе, и в школу хваты и в целом? Ну, во-первых, я бы не продлевал учебный год, потому что учебный год идёт, обучение организовано. Да, если мы будем смотреть, всегда найдём какие-то проблемы в каких-то местах, в каких-то школах и так далее. И даже в нашей системе, которая вот в классической гимназии действительно организована, есть, она работает, и там будут обязательно какие-то проблемы, потому что есть человеческий фактор, кто-то заболел, кто-то плохо себя чувствовал из учителей, как всегда это бывает, да, то есть никто от этого не застрахован, или кто-то что-то неправильно понял, такие вещи тоже, срывы могут быть и так далее. Но по таким вот моментам нельзя делать выводы, нужно посмотреть и оценить процесс в целом. Поэтому я надеюсь, что процесс будет проходить качественно, успешно, ещё раз говорю, для этого можно было выходить на такие платформы, которые дают возможность и обратной связи, и организации учебного процесса в активном режиме, и для того, чтобы стимулировать больше самостоятельную деятельность, но которая видна учителю, которая просматривается. Понимаете? Поэтому мы очень старались, чтобы эти платформы были именно таковыми, поэтому я надеюсь, что даже если продлится это удалённое обучение, то это даст ещё больше возможностей для того, чтобы углубиться, для того, чтобы больше найти вариантов и версий самим учителям и как-то уже, так сказать, постепенно становиться профессионалами вот этого нового варианта удалённого обучения. Но обязательно рекомендуйте, и я рекомендую, и вас прошу всех рекомендовать использовать тихие часы, когда ребёнок находится дома, а не на спортивной площадке, для того, чтобы он обратился к книгам и к возможности читать, не в компьютере, не в электронных СМИ, а читать. Это очень важно, чтобы эти навыки оставались. Читать журналы, читать какие-то хрестоматики, читать книги. И родители, если есть такая возможность, если ваши дети ещё маленькие, в начальных классах, пятых классах, шестых, посидите с ними вместе, почитайте, поинтересуйтесь, а что там в этой книге интересного, и что там можно узнать, и что можно прочесть. Вообще, обратите на эту сторону нашей жизни внимание, используя вот этот период такого вот домашнего обучения. Директор Рижской гимназии Роман Алиев был у нас в гостях.